18 часов столицы. Время новостей на телеканале Хабар 24. С вами Сельша Ахмед. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Добрый вечер. Касам Жумар Тукаев поздравил жителей страны с Днем Независимости. Глава государства отметил, 16 декабря 1991 года началась новая эпоха в истории Казахстана. Открылись небывалые возможности для прогресса. Республика обрела международное признание, построила эффективную систему управления и сильную экономику, написал президент о своей странице в Твиттер. Сегодня казахстанцы отмечают День Независимости, главный национальный праздник. Ровно 28 лет назад страна объявила себя суверенным государством. Началась новая эпоха. Первые стратегически важные решения принимались тогда еще в Алмате. Поэтому южную столицу по праву называют колыбелью независимости. А многие здания города молчаливо хранят все то, что происходило за их стенами в начале 90-х. Моя коллега Гульбану Жумабай заглянула туда, куда раньше входили первые лица государства и буквально прикоснулась к истории. 16 декабря 1991 года. Как и сегодня, в 2019 году пришелся на понедельник. Вот в эти двери вошли члены Верховного Совета, чтобы стать свидетелями подписания судьбоносного документа. К строительству Дома правительства Казахской ССР приступили в конце 30-х годов прошлого века. Однако свои коррективы внесла война и завершились работы лишь 20 лет спустя. В стенах этого здания почти три десятилетия назад было принято важнейшее для страны решение. Первые заглавные буквы уже независимого Казахстана будут написаны в этом круглом зале. Именно отсюда собравшиеся наблюдали, как вершится история. Время половины пятого документ только подписан. В зале царит атмосфера единого эмоционального порыва. Исторические мгновения. Вот он итог многолетних стараний и переживаний. С момента, когда были сделаны эти редкие снимки, пройдут десятилетия. Издание из административного преобразуют в технический университет. Позже объект занесут в список государственного наследия или бы ремонт. Даже лампочку заменить можно будет лишь после согласования с властями. Восстановили все инженерные сети. Мы поняли, как в советское время, много лет назад, все это моделировалось, как конструировалось. Это достаточно сложные системы воздухообмена, отопления и так далее. Наши студенты гордятся тем, что они работают и учатся в этом здании, стены которого пропитаны историей нашей страны. Несмотря на сохранившиеся элементы советского декора, красные ковровые дорожки, оконные замки сталинских времен, зал не обошли стороной современной технологии. Здесь прогрессивная аудиосистема, а прямо на куполе солнечные батареи, которые питают все эти лампы и светильники. Как и о любом строении такого масштаба, о доме правительства ходили легенды. Мол, в подвалах есть подземные переходы, которые ведут в разные районы Алматы. Конечно, тайных туннелей мы здесь не нашли, но на интересные помещения все же наткнулись. Это бывший бункер, который служил бомбоубежищем для высокопоставленных ветвей. Теперь за этими решетками склад, где пылятся ушедшие в эпоху вещи. Приходилось ли вообще когда-нибудь использовать бункер по назначению, неизвестно. К слову, находится некогда секретное убежище прямо под залом независимости. Но не только здание нынешнего университета, но и весь Алматы пропитан историей суверенного Казахстана. В конце декабря 1991 года в бывшей столице будет подписан еще один важный протокол. Уже казахстанцы, уже не граждане Советского Союза вступили в Новый год в совершенно новом качестве. Понятное дело, что мы были полны и надежд, и опасений. Это было совершенно нормально. Для того, чтобы избежать краха экономики, мы должны были сохранить хотя бы в минимальном объеме те административно-коммуникационные связи, которые мы наработали. Предстояла большая работа – заложить фундамент новой страны в условиях хаоса и неопределенности. Тогда Нарсултан Назарбаев предлагает собраться главам 11 бывших союзных республик. Сейчас, накануне перехода на рыночную экономику, нам надо быть вместе. Сначала содружество, а затем, может быть, что-то более реальное. И ведь именно Алматинская декларация станет точкой отчета для бывших советских республик, государств, решивших обрести суверенитет. Когда было создано СНГ, эта организация не интегрирована, не для интеграции, а именно, чтобы по-хорошему разойтись. Поэтому то, что мы так вышли из Советского Союза без крови, без насилия, это во многом заслуга лидеров республик бывшего СССР, в том числе нашего президента. Спустя 6 лет в декабре в этом круглом зале снова примут очень важные для страны решения. Но, как выяснилось, для подобных реформ государственного масштаба в последний раз. Здесь первый президент Казахстана заявит о переносе столицы. А уже летом 2019 года Наржултан Назарбаев заложит у здания университета капсулу времени. Вскрыть послание Ельбасы казахстанцы смогут только в 2049 году. Гульбано Жмабаев, Радик Жакопов, сержант Жмабаев, Алматы, Хабар, 24. 70 многодетных и малообеспеченных семей в Талдыкургане стали новоселами. Теперь они будут жить в новом коттеджем-городке. Ключи от 55 домов в торжественной обстановке в Ручелаким области Амандык Баталов. Стоит отметить, что первая очередь, а это 100 коттеджей, были сданы осенью. Сегодня, в День независимости страны, жильем обзавелась еще одна часть очередников. В целом же в Алматинской области в очереди на получение жилья стоит 6 тысяч многодетных семей. Строительство жилья для этой категории граждан продолжается. Только в Талдыкургане возводится два дома на 125 квартир. 15 лет мы ждали, когда дойдет очередь до нас на получение жилья. И вот, наконец, наша мечта сбылась. Я желаю всем такого счастья. Пусть наша страна процветает, становится все краше, а благосостояние народа с каждым годом растет. 11 лет я ждала квартиру. По съемным квартирам ходили без конца. Сейчас все такое дорогое. И, наконец-то, мы получили дом. Да, очень рада. Пускай каждому, кто ждал эту очередь, пускай каждый получит долгожданный дом. В целом же в праздничные дни в Алматинской области сдано около 40 объектов. Вместе с жилыми домами в строй введены детские сады, сельские больницы, спортивные площадки и физкультурно-здоровительные комплексы, а также производственные объекты. Карагандинская область считается индустриальным локомотивом страны. Потому вклад региона в экономическую независимость Казахстана всегда весомый. В этом году в регион привлекли рекордное количество инвестиций. Куда их вложили, знает наш корреспондент Юлана Чаус. Стоит отметить, что этот год для Карагандинской области начался непросто. Из-за серьезной аварии спад производства наблюдался на крупнейшем предприятии региона, в Тимиртаусском металлургическом комбинате. Но на сегодня все проблемы решены, и объемы производства наверстаны. А за счет открытия новых предприятий удалось даже превысить прошлогодние показатели. И на сегодня объем промышленного производства составил 104%. При этом абсолютный рекорд бьют цифры инвестиционных вложений за год. В экономику региона вложено свыше 700 миллиардов тенге. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. При этом половина из них иностранные инвестиции. У нас традиционная сфера металлургии, горно-металлургические комплексы. Это новые месторождения, новые металлургические заводы, расширение мощностей, новые проекты инвесторов, которые уже работают. Один из самых крупнейших объектов, это, наверное, ферросилипсий завод, да, новейший завод. То есть в истории Казахстана таких заводов немного, когда с нуля строятся заводы такого масштаба. Это солнечные электростанции. Солнечных электростанций в регионе за год построили три. И этим сломали все стереотипы о том, что ловить солнце можно только на юге. Сейчас Карагандинская область производит почти половину зеленой энергии страны. Еще одна сфера, в которой Карагандинская область традиционно сильна – медицина. Этот год для карагандинских медиков стал особенным. И прежде всего это связано с тем, что в регионе в пилотном режиме была запущена программа обязательного социального медицинского страхования. Экспериментальный запуск программы со своими задачами справился. Были выявлены и отлажены сложные моменты ОСМС. Так что с 1 января остальным регионам страны будет уже легче внедрять страхование. В этом году мы хорошо поработали в рамках государственного частного партнерства. Был открытый ряд объектов, поликлиники, реабилитационные центры. Основной упор был сделан на поликлинике, потому что это основное звено, центральное звено любой системы здравоохранения. Открытый ряд поликлиник в Караганде, открытый ряд поликлиник. Завершается строительство поликлиники в Тимиртау. Отдельным важным вопросом стало привлечение молодых кадров. Для этого немало усилий было приложено на обеспечение медиков служебным жильем. Массовое новоселье весь год медики отмечали сразу в целом ряде городов-спутников. И теперь регион один из тех, где меньше всего вакансий медработников. Еще одним достижением Карагандинской области в этом году стало открытие 9 тысяч новых субъектов среднего и малого бизнеса. Сейчас в этой сфере задействовано около 200 тысяч человек. А доля в экономике региона составила уже 20%. Илон Чаус, Василий Савкин, Хабар-24, Караганда. Продолжаем выпуск. Уходящий год был ознаменован важными политическими и экономическими событиями и в двусторонних отношениях Нурсултана и Берна. Недавно официальный визит президента Швейцарской конфедерации Ули Маурера в Казахстан привел к подписанию ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве в различных сферах. Около 40 крупных швейцарских компаний уже успешно работают в Казахстане, а ряд других просчитывают свои возможности по выходу на казахстанский рынок. Об этом выступая на торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости Казахстана в Берне, рассказал посол нашей страны в Швейцарии Алибек Бакаев. Приветствую гостей вечера. Он отметил схожесть внешней политики Казахстана и Швейцарии. Так, в стране активно развивается двустороннее межпарламентское сотрудничество и региональное взаимодействие по различным проектам развития. А украшением праздничного вечера стали казахские народные мелодии в современной обработке в исполнении казахстанского дуэта Санди Токанова и Ирины Грибаус. Многие наши компании тесно сотрудничают с МФЦА, с которым в ноябре в ходе визита президента Швейцарии Ули Маурера в Казахстан мы подписали меморандум о взаимопонимании и открытии нашего офиса в Нур-Султане. Я поздравляю казахстанцев с Днем Независимости и желаю процветания. Во время последнего визита нашего президента в Казахстан мы подписали два соглашения, одно из них в сфере туризма по классификации отелей. Мы работаем над этим сейчас. Суть в том, чтобы уровень туризма соответствовал и швейцарским, и международным стандартам и позволял открывать новые рабочие места. За 28 лет независимости вы достигли потрясающих результатов. Мы любим Казахстан, мы любим народ Казахстана, ведь у нас столько общего. С праздником! В Мадриде началось 14-е по счету совещание министров иностранных дел форума «Азия-Европа». В нем принимает участие глава МИД Казахстана. В первый день визита Мухтар Тлеоберды уже провел ряд двусторонних переговоров. В частности, встретился со своим китайским коллегой Ван И. В стороны обсудили итоги государственного визита президента Токаева в КНР, который состоялся осенью этого года. Также одной из ключевых тем стало обсуждение сотрудничества в сфере IT-технологий, возобновляемой энергетики и логистики. В завершении встречи министры подытожили, что торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Китаем динамично развивается. Кроме того, глава МИД Казахстана провел переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелли. Глава Европейской дипломантии поблагодарил нашу страну за миротворческие усилия. В США отметили 28-летие независимости Казахстана. Праздничные торжества прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке. В своем поздравлении президент Дональд Трамп отметил, что сотрудничество между США и Казахстаном делает мир более безопасным и стабильным. Такое внимание к стране Великой Сепи объясняется ее возросшим авторитетом на международной арене. За годы независимости наше государство достигло впечатляющих успехов. Руководство Госдепартамента США заявляет о намерении и далее укреплять политическое, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с нашей страной. Гости праздничного приема в Вашингтоне наслаждались выступлениями артистов творческого коллектива «Казахконцерт». Тем временем в Нью-Йорке постоянное представительство нашей страны при ООН организовало насыщенную программу. Украшением праздничного вечера стала выставка казахстанского фотографа Турара Казангапова. Мне больше всего запомнилось то, как легко было работать на международном уровне с вашими дипломатами и бизнесменами. США и Казахстан быстро стали очень хорошими партнерами. Вспоминаются два очень важных события. Это саммит ОБСЕ в Казахстане в 2010 году, на котором США представляла государственный секретарь Хилари Клинтон. Мне довелось сопровождать ее. И второе, возможно, еще более важное воспоминание связано с завершающим этапом захоронения отработанного высокообогащенного урана и плутония с реактора БН-350, что сделало мир более безопасным. Такие шаги позволили Казахстану занять важное место на мировой арене. Путь, который прошел Казахстан за годы независимости, это блестящий пример поступательного и стабильного развития внутренней и внешней политики, экономики и, в частности, социальной сферы. Такое мнение поздравляя казахстанцев с Днем независимости, озвучил президент Ассоциации финансово-промышленных групп России Олег Сосковец. Эти 28 лет были годами созидания, годами роста, годами укрепления государственности. Хотелось бы сказать, что здесь, глядя из России, мы рады тому развитию, которое за эти годы получил прекрасный народ, прекрасная территория, которая сегодня стала процветающим местом. И к другим темам. Более 120 тонн продукции привезли на праздничную ярмарку сельхозтоваропроизводители Костанайской области. Всего около 40 видов товаров. Их продавали на 15-20% ниже рыночной цены. Какие продукты пользовались наибольшим спросом, узнала Наталья Строкова. К торговым рядам народ потянулся еще задолго до открытия ярмарки. Горожане спешили закупиться сельхозпродукцией, и стоимость, которая выгодна, отличается от рыночной. Спрос пришелся на мясо, муку и овощи. Самые большие очереди выстраивались за яйцами. Естественно, дешевле, чем в магазине. 310, а здесь 230. Есть разница? Я все время посещаю. Да, мне нравится. Яйца, мясо, конечно, подешевле, но овощи тоже подешевле, чем в магазине. Сами фермеры всегда ждут подобных ярмарок. Торговые места они получают бесплатно и могут продавать свою продукцию без посредников. Хорошо берут мясо. За час почти ушла туша. Мы продаем конину от полутора до 1700 тенге за килограмм. С начала года в регионе провели более 500 подобных ярмарок. Это один из способов стабилизации цен на продовольственные товары. Помимо этого, социальные продукты появились и в крупных торговых сетях. По районам в областном центре были заключены меморандумы. Также договора по сдерживанию цен. Это более 1200 меморандумов заключено. 766 договоров с торговыми сетями, с крупными производительными продукциями. О минимальной надбавке на продовольственные товары. Стоимость социально значимых товаров сдерживают и за счет запасов стабилизационного фонда. В нем более 8,5 тысяч тонн продукции 14 видов. Она продается по фиксированной цене в 120 магазинах. Наталья Строкова, Эрмик Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. В Караганде сегодня завершается первый международный фестиваль кукольных театров. Местный театр «Буратино» недавно отметил свой полувековой юбилей и не желает отставать от ведущих мировых традиций. Поэтому проведение фестиваля – это возможность и себя показать, и познакомиться с современными направлениями, а также с жанрами кукольного творчества. Организаторы постарались представить разные театральные традиции. Казахстан представили театры из Караганды, Алматы и Актобе. Кроме того, свои постановки привезли театры из России, Бразилии и Франции. Надеемся, что наш фестиваль будет долгосрочным. Он у нас первый в этом году. Он получит свою историю. Там какая-то определенная синтез планшетного тетеневого направления, то есть совершенно новый жанр. И мы его обязательно увидим. Лучшие борцы 40 стран принимают участие в чемпионате мира по Казак-Куресе, который проходит в Актобе. На мировое первенство съехались более 200 спортсменов из Германии, Франции, Австрии, Норвегии, Пакистана, России и других государств. Титулы чемпионов мира и медали разыгрывают в 8 весовых категориях. Помимо золотых, серебряных и бронзовых медалей, Международная федерация Казак-Куресе, которая выступает организатором мероприятия, наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе. В первый день соревнований золотую медаль весовой категории 55 кг завоевал представитель сборной Казахстана Даурет Ниедбаев, победив борца из Монголии Даваниям Бухшулама. Сейчас проходят финальные поединки, и имена остальных победителей будут известны позже. В целом, отмечают организаторы, интерес к этому национальному виду спорта с каждым годом растет во всем мире. Сейчас Международная федерация Казак-Куреса объединяет 29 стран, а в планах сделать Казак-Куресы олимпийским видом спорта. А сейчас смотрите специальный проект телеканала «Хабар-24. История в лицах». Гость студии – председатель Центрального совета ветеранов Бахты Кожа из Мухамбетов. А я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова